Успешность будущего первоклассника во многом зависит от того, насколько готова его рука к письму. Чем лучше подготовлена рука, тем умнее голова, потому что умение писать аккуратно и красиво тренирует мозговую деятельность ребёнка. С другой стороны, ребёнок видит и понимает, что он пишет. Поэтому мы предлагаем начинать учить ребёнка писать ещё до школы. Сначала мы лепим из пластилина, затем мы рисуем, раскрашиваем, потом обводим, затем учимся штриховать, а после этого начинаем писать элементы букв. Прежде чем написать букву, нужно научиться писать не один элемент, а порой несколько элементов. Мы разработали пропись, в которой ребёнок не только учится писать аккуратно и красиво сначала элементы букв, но и учится координации движений. А для этого очень важно, чтобы начинал ребёнок писать простым карандашом, но не ровным, гладким, простым карандашом, а карандаш, который разделён на шесть граней или на три грани. Тогда он не скользит в руке и ребёнку легче его держать. Мы на страницах прописи показываем, как нужно правильно сидеть, как нужно праворуким деткам держать карандаш, как держать карандаш леворуким деткам. Далее пропись разделена на две части. Сказка и к ней рисунок. Ребёнок рассказывает, обводит, рисует, затем учится писать элементы букв. В день ребёнок не должен писать больше четырёх-пяти строчек и не сразу подряд. Строчку написал, пять минут рука отдыхает. Строчку написал, пять минут рука отдыхает. Ребёнок что-то рассказывает по тем картинкам, которые перед ним нарисованы. Называет слова, составляет предложения, то есть развивает речь. На рисунках ребёнок узнаёт сюжеты знакомых русских народных сказок. В конце перечислено название сказок, 34 сказки, которые ребёнок должен знать к поступлению в первый класс. Задания в прописи помогают развивать у будущего первоклассника усидчивость, координацию движений руки, зрительное восприятие элементов букв. И ещё. Вы пишите простым карандашом. Ребёнок даже по точкам допустит ошибки. Стерли стиралочкой. Сказали, ты молодец. Но попробуй написать ещё раз. Никогда нельзя говорить. У тебя некрасивая. Получилось? Я тебе сейчас сотру. Ты снова напиши. Ты старался. Но чуть-чуть ушёл за точки. А давай ещё раз напишем. А посмотри, как рядышком я напишу. Написали, стёрли. И тут же предлагаете написать ребёнку. Ой, да у тебя получилось, как у меня. Ой, а теперь у тебя получилось лучше, чем как у меня. А давай посмотрим, как у бабушки, у дедушки, у брата, у сестры получится. После них вы сотрёте. Но ребёнку станет интересно, что все вокруг него задействованы. В детском садике можно предложить ребёнку посмотреть, как пишут рядом соседи. И потом уже самому дать стиралку, что не нравится, сотри и допиши по-другому. Это у них вырабатывает уверенность. За письмо никогда нельзя ребёнка ругать или наказывать. Просто надо его научить писать аккуратно. Мы уже не говорим красиво, аккуратно, чётко, чтобы он сам мог прочитать то, что он написал. Тогда он будет грамотным, успешным учеником.